Двор без автомобилей. Новый белгородский стандарт. Губернатор Евгений Савченко призвал внедрять этот принцип во всех крупных поселениях области. Позитивный опыт уже есть в Губкине. Там выстроили целый квартал, свободный от машин. Новшество глава региона оценил в ходе рабочей поездки по Губкинскому городскому округу. Еще недавно главной приметой этого двора в микрорайоне Лебеди были ветхие дома. Память о них теперь хранят фотоснимки. Сегодня квартал не узнает. Старую постройку снесли, а на ее месте возводят новые малоэтажки. В этом году в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в микрорайоне построят пять домов. Новоселье здесь справят 104 губкинские семьи. В зависимости от того, как будет работать федеральная программа, у нас еще подготовлен список на 124 дома, которые мало чем отличаются от тех, кто может здесь. Но они уже в аварийном ходе, да? Да. Всего же за последние два года, благодаря адресной программе переселения граждан, свои жилищные условия улучшили около 900 губкинцев. Задумались здесь и об улучшении качества жизни горожан. Установленные дорожные знаки говорят о том, что двор закрыт для автомобилей. Это квартал для людей. Вместо парковок – газоны и тротуарные дорожки, детский городок и спортплощадка, а еще зоны отдыха. Все парковочные места, их более 300, перенесены за пределы двора. Новый жилой квартал губкин, убежден глава региона, должен стать примером для подражания и прежде всего для областного центра. Я понимаю, что готовых там площадок нет для того, чтобы ставить или парковать автомобили. Но есть очень мест много освобождающихся, где строить, конечно, не открытые, а закрытые многоэтажные парковки. По принципу кооператив. О перспективах кооперации, но уже в сфере сельского хозяйства, шла речь на молочной ферме семьи Троценко в селе Панки. Сегодня в распоряжении фермеров 900 гектаров земли и 220 голов крупного рогатого скота. А начиналось все 20 лет назад со стадов 15 дойных коров. Развивается хозяйство благодаря предприимчивости и трудолюбию его основателя. Ну это же земля наших предков, и мы должны и любить ее, и работать на ней. В планах семьи фермеров увеличить поголовье вдвое и построить цех по переработке молока. Глава региона предложил создать в Губкинском районе профильный кооператив. Сегодня в муниципалитете около 20 тысяч гектаров земли находятся у фермеров. При этом они содержат чуть более 500 коров. Поголовье должно быть увеличено минимум в 6 раз, убежден губернатор. Сейчас все объединились, взяли бы кредит, ты дал гарантии, мы дали какие-то гарантии, субсидирование. И делали сразу же предприятие на 20 тысяч тонн в год. Это суточный у вас будет порядка 60 тонн переработки. Вот тогда уже можно что-то думать, вот тогда уже можно быть компонентно способным. Давайте подумайте о фермерском мощном кооперативе. Еще один пункт рабочей поездки – детский сад «Сказка» в поселке Троицкий. Летом здесь завершился капитальный ремонт. Реконструкция заняла чуть меньше года и позволила существенно увеличить мощности дошкольного учреждения. Сегодня оно готово принять 300 малышей. По эту сторону мы видим детские работы, соответствующие времени года. Современный детский сад получил совершенно новый облик, впрочем, как и прилегающая территория. Здесь есть и тематические игровые площадки, и сцена на открытом воздухе, и спортивные городки. Дети, расскажите о себе. Мы, ребята, дошколята, никого не обижаем, как заботится, мы знаем. Обновление детского сада позволило полностью снять в поселке проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Проблема решена. У нас вообще нет очереди. Начинается с полутора лет. Да, да, да. Елена Труфанова, Дмитрий Коваленко. Новости мира Белогорья.